Дорогие друзья, добрый день. С вами я, Алексеев Ярослав, генеральный директор компании Семко. И сегодняшнее видео мы записываем для Академии Эко-дачника. Курс «Здоровая рассада». И посвящено оно устойчивым томатам, перцам и огурцам. Друзья, и начнем мы с томатов. И томатов открытого грунта в первую очередь. В открытом грунте самое известное заболевание у многих из вас – это фитофтора. И у меня есть подборка тех гибридов, которые отлично подходят для того, чтобы противостоять этой болезни. Начнем мы рассказ с гибридов Семко-98 и Семко-100. Один круглый, а второй Семко-100 сливочка. Сочные, вкусные, устойчивые, массой 80-100 грамм, подходят для свежего потребления, но отлично идут в консервацию. Если же вам нужен томат более крупный, массой 140-150 грамм, то однозначно «Зета». За счет ранней спелости «Зета» уходит как от проблем с фитофторой, так и от других проблем, например, от альтернариоза. И при этом гибрид очень вкусный. Если вас интересует совсем группа «Черри» массой 30-40 грамм и необычный цвет, то, конечно же, «Россе». Это гибрид розового цвета с маленьким элегантным носиком, хотя при этом он округлый, опять же, не боится фитофтора. И очень ранней спелой. Подходит для открытого грунта в любом регионе России. И самое главное, не выгорает на солнце, если вы с юга. Но если вы скажете, зачем мне «Черри», хочу что-нибудь крупного, то для вас однозначно, привет Магнитогорску особенно, это гибрид «Стан 5000», 350-400 грамм. Вот такие огромные биф-плоды в открытом грунте. Гибрид также не боится фитофтора практически. Имеет очень интересный картофельный лист, направленный сильно вверх, что отличает его из других гибридов. При этом он очень вкусный. Дальше я хотел бы перейти к томатам для вашей теплицы. Основное заболевание, с которым приходится больше всего сталкиваться и с которым больше всего вопросов, это кладоспориоз. Несмотря на то, что это физиологическая проблема, вопросов по нему очень много. И мы решили сделать подборку именно тех гибридов по размеру, по цвету, по форме, которые противостоят этой нападке. Обратите внимание, открывает группу черри, два интересных гибрида, черри от Юрия и Татьянин, красного и желтого цвета. Кроме того, что это высокорослые гибриды и сахара у них на уровне 13-14%, это очень большой показатель. Высокая устойчивость именно к кладоспориозу, к бронзовости, к томатной мозаике и другим болезням и вирусам. При этом очень вкусные гибриды. Дети будут довольны. Если нужен размер побольше, то это группа коктейлей. Она представлена Forte Maltese красного цвета и гибридом Forte Aco. Также высокая устойчивость, но при этом интересный вкус. А у коричневого томата Forte Aco еще и повышенное содержание ликопина, а это сердце. Помните на минуточку. Не только устойчивость, но и польза. Для любителей среднеплодных томатов гибрид Кахава. 85 дней до первого сбора. Плоды 200 грамм. Максимально устойчивые, вкусные. Кахава полюбилась не только овощеводам России, но и зарубежья. Многие наши почитатели знают, что даже во Вьетнаме гибрид Кахава занимает одну из лидирующих позиций. Кладоспориоз, полная устойчивость, прилагаются. Если вас интересует группа BIF, то это, конечно, Маляка и Стрэга. 250-300 грамм. Сочные томаты. По 4-5 в кисти. Вкусные, несмотря на то, что это красные томаты, тем более BIF. Сочные, сладкие. Опять же, кладоспориоз им не страшен. Плюс не страшна бронзовость, галовые нематоды и многое другое. Попробуйте. Я уверен, вам понравится. Любителям розовых томатов также есть, что предложить. Это гибрид розовый спам. Любимец многих уже много лет. Форма сердца. Розовый, сочный, сладкий. Может быть, не так много устойчивости, как у других новинок интересных. Но кладоспориоз держит однозначно. Результат всегда шикарный. И для любителей розовых бифов это гибрид тирос. 250-300 грамм. Отличные розовые плоды. Ровные, красивые, но со вкусом от розового спама, что очень важно. То есть, не похож на различные другие вариации, а это именно большой, вкусный, сочный томат и высокоустойчивый. Ну и тем из вас, кто любит и необычную форму, и необычный цвет, конечно, луштится. Красивые плоды жерто-оранжевого цвета, массой 100-120 грамм. Сливочка с носиком. Напоминает немножко суфле на вкус. Но это просто что-то. Опять же, кладоспориоз прилагается. Дорогие друзья, попробуйте гибриды из сегодняшней подборки. И тогда такие заболевания, как фитофтора и кладоспориоз, не помешают вам получить вкусный и хороший урожай. Друзья, вторая культура, о которой я хочу рассказать, это перец. И вот здесь мы начнем, наоборот, с защищенного грунта. Так как, не странно, на территории России в защищенном грунте его выращивается гораздо больше, чем на улице. И для теплиц чаще всего, конечно, важно это раннее спелость. Так как переход цвета у перца занимает порядка 20-25 дней, то перец должен быть ранним, чтобы вы получили именно те плоды, которые хотите. Красные, желтые, либо оранжевые, например. В нашем ассортименте это знаменитая тройка. Латинос, игола и оранжевое чудо. Кубические перцы со сроком созревания 100-105 дней. Красного, желтого, оранжевого цвета, соответственно, со стеночкой до 1 сантиметра при правильной формировке высотой растения до полутора метров. И примерно по 6-7 плодов на каждом ярусе. Если же вас интересует сортотип Ламуя, то есть такая большая, крупная призма, то однозначные лидеры здесь это Алкмар красного цвета и Рубик. Это плоды размером по 18-20 сантиметров, стеночкой 7-8 миллиметров. У Алкмара даже бывает до сантиметра. Раннеспелые, опять же, устойчивые к вирусу, табачные мозаики, что немаловажно. И тем, кто находится на юге, можно даже постараться вырастить их в открытом грунте с подвязкой к опору. Они, конечно, будут ниже, но вы получите классный результат. Раз мы перешли к открытому грунту, то остановимся и на нем. Пограничный гибрид, подходящий туда и туда, это Балканец. Сумасшедшая урожайность. Шикарная стеночка 6-7 миллиметров. Плоды массы 150-200 грамм, по 20 сантиметров длиной. Это сортотип Капия. Очень интересный. Многие еще знают наши заборы, красный и желтый, но Балканец это что-то. В тепличке он имеет полтора метра, на улице 50 сантиметров. Но это просто идеальный перец, особенно для гриля. Если же вас интересует фаршировка, то оптимальный вариант это будет гибрид Квикли. 75-80 дней и шикарные плоды по 100 грамм у вас в руках. А переход цвета занимает всего две недели, ведь даже в имени слышится Квикли быстрее. Классика. Это, конечно, юбилейная семка, дорогие друзья. Когда все другие перцы в открытом грунте умирают, юбилейная семка стоит гибрид, проверенный большой жизнью в 25 лет и до сих пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке. Для любителей сортовых перцев, конечно, Илья Муромец. Шикарные плоды массой по 180-200 грамм подходят как для свежего потребления, так и для различных видов переработки. И главное сортовой перец, при этом тоже пустойчив к вирусу, томашней мозаике, что немаловажно. И, конечно, для любителей остренького я бы хотел предложить спаньолу. Подходит для открытого грунта, плоды массы по 90-100 грамм, вкусные, но самое главное острые. Я, многие знают, люблю острое. И спаньола это лично мой выбор. И те из вас, кто любит поострее, попробуйте спаньолу. Вот такой ассортимент перца мы предлагаем для вас к выращиванию в этом сезоне. Друзья, теперь пройдемся по огурцам. Открытый грунт. Здесь очень большая проблема. Это ложная мучнистая роса. И нам есть, что вам предложить. Это знаменитые гибриды самкросс и гибрид спринт. Это пчелоопыляемые гибриды огурца. При этом они именно для открытого грунта. И они созданы специально для бочковой засолки. Вкусные, хрустящие и имеют самую высокую устойчивость к ложной мучнистой росе. На самом деле обходит любого голландца и любые другие огурцы в любой селекции по отношению к заболеваниям. И главное, вкусные, типичные русские огурцы. Очень часто мы слышим от вас вопросы, а что вообще из черношипых портонокарпиков подходит для засолки? Засолка это соль без уксуса. Для этой технологии подходят две наши новиночки. Это гибриды поп-стар и рок-стар. Они оба раннеспелые. Оба имеют плодоношение по 2-3 огурца в одном узле. При этом раннеспелые. И что немаловажно, это именно прекрасный вкус в соленом виде. И они без пустот. Многие часто мучаются, а как быть с пустотами? Пожалуйста, рок-стар и поп-стар. Очень часто слышим вопросы от младых мам. Детям не нравится голландский тип огурца, колючая сильная шкурка. Что нам с этим делать? На это тоже есть ответ. Есть шикарный салатный гибрид Татьяна. Сантиметров 15-17 получается. Очень нежный. Такая нежная-нежная у него шкурка, а мякоть немножко напоминает авокадо. Татьяна именно огурец для теплиц, но поверьте, вот это тот самый вкус из детства, который многие хотели попробовать. Часто спрашивают, друзья, а вот мы видели в магазинах такие маленькие огурчики, вот пикули прямо. А вот почему бывает, берешь, допустим, паратунку, и она немножко в таком размере не готова? И это правильно. Для пикулей нужно подбирать специальный гибрид. И в нашем ассортименте это темп. Он готов как в стадии пикули 2-3 сантиметра, так и корнюшончиком 7-8 сантиметров. Можно солить, можно мариновать, высокоурожайный. Это очень хороший гибрид для вашего огорода. Те из вас, кто любит рубашку небритый мужчина, по-другому еще многие думают, что это луховицкий огурец, но это просто такая мелкая-мелкая-мелкая рубашечка с легким-легким бугорком. Здесь, конечно, гибрид соленаз. И фишка в том, что именно этот тип огурца, вот с такой мелким бугорком, он подходит как раз лучше для маринада именно с уксусом, так как маринад лучше проникает через такой мелкий бугорок. Раннеспелый, очень вкусный и высокоустойчивый гибрид. И для любителей пучковых огурцов, когда в одном пучке 5-6 плодов, конечно, это гибриды Котор и суперновинка Премьер. Рамном их нету. Очень вкусные, сочные, подходят в большей степени для засолки, имеют русский тип зеленца. Это когда внизу на рубашке легкие светлые полосочки. Это отличает их выгодно от голландской селекции. При этом очень хрустящие и сочные. Вот такая подборка огурца будет рекомендована мной для вашего сезона. Друзья, надеюсь, ролик вам понравился. И вот вам домашнее задание. Вы должны записать видеоотчет о том, какой гибрид томата выбрали вы для своих посевов. Рассказать, в чем его преимущества, а также, какой способ посева на рассаду предпочитаете вы. Победители будут ждать вот такие прекрасные наборы новинок от Семко. Подробные условия в тексте к этому видео. Всем желаю отличного дня и до новых встреч!